Здравствуйте дорогие друзья, попробуйте угадать в трех раз, что это такое. Некоторые скажут, мы знаем, это журайль. Правильно, но не совсем. Почему? Потому что я сейчас иду с ним на охоту за яблоками. Меня тут спросили, а не хочу ли я сделать что-нибудь осеннее такое. А тут мы можем с вами не попасть по времени, когда у вас осень сейчас, допустим 1 сентября, я помню в Новосибирске желтые листья, там туда-сюда, здесь сплошная зелень. Поэтому так подумал, ну ладно, давайте что-нибудь придумаем, что ассоциируется, допустим, с осенью. Ну это яблоки, допустим, могут они осенние тоже, потом рябина может быть, да, потом может быть сейчас у нас тут, как они, каштаны там падают, может какие-нибудь такие цветочки. В общем, пошли ребята. Дело в том, что нам надо поторапливаться. Я когда шел к своим яблоням, в которых я постоянно добывал что-то, уже идут на рост с профессиональным инструментом, я говорю, мне хоть оставьте там немножко. А он говорит, ну мы вам под деревом положим. Да-да, поэтому я пойду побыстрее, сейчас возьму корзинку и мы с вами потопим. Ну вот какая тут осень, мне желтые листки придется искать. В общем-то. И тут какие-то разные виды этой рябины. Вот видите, один какой-то вид. У него листочки мелкие-мелкие. А сейчас я вам покажу тот, который я хочу себе. Он больше похож на мой взгляд, на рябину. У него такие есть чудные листочки. Вот это, допустим, гроздь мне очень нравится. Ну там внизу есть еще, вот видите, валяется на земле. Так что я соберу, если что. Тем более имея такую высокую штуку, естественно, я достану теперь все, что я хочу. Так, пойдемте дальше. За каштанами здесь тоже охотятся, поэтому на земле нет. Вот только лежит. Смотрите, вот каштан лежит на земле, но недавно, наверное, упал, поэтому валяется. А нам с вами надо будет добраться вот туда. И как видите, мы добираемся хотя бы до нижней. Нам много-то не надо немножечко. и все для, так сказать, антуража осеннего. Ну и они сами по себе, конечно, довольно-таки интересные растения. Так. Ну а теперь в ту сторону за яблоками. Вот мы сейчас подходим к этому месту, где яблоки. Мы с вами здесь уже были, по-моему. Но я пока не вижу профессиональных сборщиков с профессиональным инструментом. Возможно, все вобрали. Надо по деревам смотреть. Вообще немцы, если что-то обещают, то делают. Другое дело, что те ли это будут яблоки, какие мне нужны. Ну, поглядим. Мы на месте. Сейчас примеримся. Сможем ли мы доставать что-то. С трудом, ребята, с трудом здесь. Ну, вот эти зеленые, как бы, мне не нужны. А красные, вон они высоко. О-о-о. Это будет трудновато. Видать, сборщики пониже нас собрали, а сверху все оставили. От засранки. Вот тут я вижу еще, так, где можно достать вот это. Но они зеленые. Зараза какие. Ну, теперь мы добыли то, что надо. Палка немножко помогла, не совсем, но все-таки не профессиональная штука и для этого. Но, тем не менее, вот с листвой яблочки мы имеем. Это прекрасно. Сейчас пойдем добывать... Что добывать? Пойдем каштаны рвать. Вот здесь мы и попробуем это поснимать сначала. Пока солнце, пока те самые тени, которые я люблю, есть. Ну, надо сходить за этой самой, что забыла, за каштанами и за рябникой. Пошли, ребят. Вот, я думаю, достаточно осенний такой получился натюрмортик. И сейчас мы его будем снимать. Камера стоит уже. И за счет того, что, вы видите, через листву у меня очень удачное место оказалось. Мне даже редко нужен этот зонтик. То есть, все как нужно. Осталось только снять. Видите, как солнце светит? Я весь такой солнечный, прям нимк над головой. Скоро светой сделаюсь. Итак, камера стоит. Я сейчас выберу несколько ракурсов и сфотографирую. Так, там пересветы. И вот, чтобы это избежать, все-таки мне придется сейчас поднять паруса. Вот так. Так она будет спокойной. Так, вот, хорошо. Теперь я поставил там уголок и буду фотографировать с уголочком. Ну, не знаю. Солнце просто катастрофически быстро уходит. Надо торопиться. Поверху я еще попущу такую листву. Так. Здесь. Так. Я не знаю, куда их положить. Всё Perryorkus. Толк создал такой отторож. Толк создал такой отторож. Так. Цветочки не знаю куда их положить, положите их вот сюда. Ну вот, ребят, видите, нимф у меня почти исчез, так быстро здесь все работает, поэтому останемся довольны тем, что есть. Сейчас сходим в фотошоп, посмотрим. Я понимаю, что это не совсем осень, но давайте назовем это ранняя осень. Хорошо? Так, ну, как говорится, снял, что снял, то успел и теперь пошли. Положим тут наши ингредиенты. Рябину и листья яблони в воду, потому что я планирую, может быть, завтра еще что-то придумается мне симпатичное, а это уже все завянет, а это я не хочу. Поэтому здесь она сохранится минимум сутки, а то и больше. Так, ну, а сейчас включаю компьютер и поехали. Так, вот наши яблочки, вот наша корзиночка. Так, ну, начнем, пожалуй, с детства, что первое, что сделать, надо это горизонтик выровниться. Так, хорошо. Вот так. Ого! Теперь попробуем добавить. Так, нет, не надо. Цвета достаточно. Я хоть и делал брикетинг, но как бы остановился вот на этом варианте. Я сделал это сейчас все в фотошипе. То есть я открою вот эту картинку. Так, и следом, следом я возьму опять эту же. Ну, только с другими параметрами. Так, я сейчас ее затемню. Ну, затемню, как бы, аккуратненько так это. Уберу свет. Обращаю внимание вот на этот левый угол. Я хочу его более-менее темным иметь. Не совсем, но что-то в этом плане. Ок. Кажется, мне этого будет достаточно. Вот так. Открываем. Хорошо. Берем этот. Ctrl-A. Ctrl-F. А нет, мы сначала сделаем. Еще не нужно сделать. Ctrl-C. И переносим вот сюда. Ctrl-F. Так, и делаем черную маску. Вот так. Черную маску сделали. Ну, можем попробовать, знаете, вот этот способ. как бы луч света в темном царстве попробовать. Вот такое что-то. Можем попробовать. Так. Так. И еще добавить, может быть, яркости. Раз. Вот так. Да, вот оттуда идет. Это хорошо. Теперь мы это делаем. Ctrl-C. Alt-E. И опять же, теперь заведемся сюда. Вот сюда светлый. Вот так. Скроем его. Может быть, даже чуть-чуть еще маленько подсветим. Вот так. И вот так. Вот так. Так. И теперь тоже в черную маску. Ctrl-E. Нет. Неправильно я сделал. Соединить надо. А вот теперь в черную маску. Да. Теперь. Для чего? А для того, что мы теперь можем спокойненько делать акценты. Понимаете? Дело в том, что мы могли и раньше делать акценты, если бы солнце не ушло. Не нужно было бы никаких акцентов делать. Вы видели, там их было полно. Но буквально за 20 минут все ушло. Да. И естественно, тот уже вступает в долг свой, в роль своего Photoshop. Хоть кто-то там и не любит с ним работать. Но хорошо. Тогда ждите следующего дня. Ловите на те 2-3 минуты, когда именно на это яблочко упадет свет. И потом можно, конечно, все это делать. Или в студии. Или хотя бы вот в домашней студии. Но я сегодня хотел именно здесь. Так. Вот. Так. Вот. Так. Потом на этом тоже сделаем ромашки высветить чуть-чуть. Тут можно не бояться, потому что мы все равно симулируем как бы листву, да, которая просачивается через... И поэтому тут, если даже болт вот такие пятнышки, ничего в этом страшного нет. Вот так. Да. Даже я вижу, что здесь немножко перебор. Поэтому я сейчас соединю эти вместе. А первый слой скопирую и повешу наверх. Вот так. Вот. И здесь мы можем уже с помощью деккрафта, да, то есть вот так, допустим, слишком много. И мы чуть-чуть притушим ее. Вот. Таким образом. Окей? Да. Так можем сделать. Готово. Знаете, я подумал еще. Я сейчас попробую, если мне это понравится, конечно. Раньше я это делал, ребят. То есть, если бы это не на стоп пошло, то я бы, может быть, вот так поступил. Сейчас я вам покажу. Я бы взял сейчас баланс белого и начал этим балансом белым крутить еще. Вводя это немножко в оранжевую. То есть, мне белый не особо нравится, понимаете. Так. Вот. Так. Даже вот так. Вот так. И здесь чуть-чуть. Так. И еще. Вот. Видите, он уже приобретает такой, действительно, общий оттенок такой на всем. То есть, нет разрозненности. Хорошо. К примеру. Это был первый пример. Да? Лучше вы видите стало, да? Так. Всегда можно убрать действие его. То есть, вот так примерно оставить. Или мы можем просто пойти в фильтр. Вот такой. Вот этот. Мягкий фильтр. И попробовать с этим мягким фильтром. Посмотреть, какие есть. Ну, гель. Ну, гель. Ну, не подходит. Так. Давайте посмотрим, какой бы нам подошел. Ну, они все какие-то жесткие слишком. 85-ый фильтр. Ну-ка. Ну, нет, как бы я не стал бы этого делать здесь. Этот мне больше нравится. Вот этот. И, вы знаете, есть еще такой прикол. Можно наложить сюда раушь. То есть, этот самый враг, против которого мы всегда боремся. Да? Так. Где он у нас? Вот он. Вот. То есть, мы могли бы сюда добавить наоборот вот этого. А почему? Не хочет тут ничего делать. Почему? А, ну не там просто. Все свои. Так. Ну. Не знаю. Я сейчас это делаю. Скопирую. Сделаю вот так. Да? И вот теперь я добавлю все-таки этот. Можно текстуру какую-то наложить. Понимаете? Ну, много чего можно сделать. Вот. Сейчас покажу. Вот давайте мы текстуру наложим какую-нибудь. Там сразу и пиксели есть, и все, что хочешь. Так. Где у меня? Где-то вот, как всегда, отключить этот диск. Отключиться, надеюсь. Да, вот она. Включился. Вот. У меня есть текстура. Ну, предупреждаю. Это тогда, когда вам не надо думать о стоках. Хочется что-то сделать для себя. Такое симпатичное. Так. Вот возьмем эту текстуру. А это сейчас просто сделаем дубликат. Где тут у нас дубликат? Вот дубликат делаем. Вот он дубликат, и мы его сделаем маленьким сейчас. Потому что текстура не очень большая. Ну, скажем так, 3000. Так. 3000. И вот теперь эту текстуру копировал. Сюда ставим. Вот. Растягиваем ее. И ищем ее теперь. Обычно это негативное. Или вместе. Или вот светлый. Мягкий свет. Вот так уже было бы интереснее. И в плюс я говорю, что мы можем сейчас все-таки фильтр добавить. вот так. Вот так. И так много. И получить вот такую картину какую-то. да. Ну, к примеру я говорю. Тут можно подольше повозиться с этим. Да. Сделать еще там. Подсветлить что-то. То есть, для этого воспользуемся тем же самым. Можем воспользоваться. Да. Где-то там. Что-то светлее сделать. И потом перевести это в черную маску. И с помощью еще одного куска света сделать. Здесь. Здесь. Вот так. А с помощью. Высветить тут. Акценты поставить. Вот так. Да. Вот. Примерно. Таким образом. То есть, смотрим. Вот. Было вот так. Вот так вот стало. Ну, вот. Таким образом можно все-таки что-то такое осеннее художественно изобразить. Ну, это уже кому что нравится, друзья. Да. Так. Я чуть-чуть все-таки желтый наведу сюда. Мне кажется, это полезно. Вот так. Оставлю. И на этом закончим. Ну, дорогие друзья. Вы видите, ради одного кадра вот этого. Сколько было сделано усилий и трудов. Ну, я, в общем-то, доволен тем, что получилось. Мне очень нравятся такие натуральные натюрморты. Они искусственные, скажем так. Хотя с искусственных я начинал. Ну, да, конечно, можно было и яблоко на ветке снять. Тем более штанга была, да. Можно было яблоко под ветку. Можно было гнилое яблоко снять. Можно было яблоко в траве, яблоко в воде. Яблоко в этих листьях, в каких-нибудь гнилых уже и так далее. То есть можно было набрать сегодняшние проходки, да. Включая туда и вот эти плоды колючие, и рябину. Я говорю, там можно было 50-60 кадров вытянуть аж бегом. А я сделал всего один. Ну, ребят, этим я доволен. И этот я положу в свое портфолио. А яблоко на ветке, их миллионы таких фотографий. Каждый может это снять, имея лестницу и желание. Поэтому я не жалею потраченного времени. Где-то ушло, ну, часа 4-5, наверное, ушло. На это дело с утра я с этим положусь. На видео, конечно, быстрее. Ну, я надеюсь, что я задел дам на осенние натюрморты. И, конечно же, как только появится уже, естественно, золотая листва, я тоже что-нибудь сниму. Ну, а до тех пор, ребята, пока. И не забывайте, что завтра, завтра у нас, по-моему, четвертая, разбор полетов будет по этим рюмкам светящимся. Ну, а теперь, действительно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok